ола ребята всем привет здравствуйте с вами санчо и в своих прошлых видео про музыкальный центр совита я называл несколько моделек музыкальных центров которые очень бы хотел найти купить и послушать по моему скромному мнению они должны очень неплохо звучать и один такой очень интересный аппарат и я нашел и очень-очень-очень доволен а а вот и он музыкальный центр philips mz 33 что же в нем особенного что я решил вам внимательно про него рассказать и почему я так рад глядя на него да вы только посмотрите самое первое что бросается как раз таки глаза это сумасшедшая внешка эти офигенные колонки три полосы низкочастотный динамик с алюминиевым сердечником посередине миниатюрный блок самого музыкального центра заметьте без кассеты одна единственная крутилочка громкости посередине сиди aux fm-радио главное укс как всегда были но он просто офигенно выглядит не могу нарадоваться глядя на него а уж когда он играет клип низкочастотных динамик можно смотреть весь вопрос но и звучит он тоже весьма неплохо но об этом всем поподробнее погнали глаз от него просто не оторвать на мой сугубо субъективный вкус внешка у него просто великолепная за исключением двух вещей которые мне не нравится первое этот цвет отделки колонок это какое-то светлое дерево чем-то напоминает найти как раньше в школах парты были такого цвета на мой вкус бы лучше темный дуб венге или бордо хотя на самом деле если есть руки и растут они из плечей можно взять какую-нибудь темную морилку особенно эти бывают такие в оружейных магазинах чтобы приклады у ружей менять цвет вот можно такой морилкой обработать несмотря на то что это наклеенный шпон морилочка я думаю цвет может изменить и главная вещь ба который мне не нравится в этом центре это пульт это вот этот пульт вот ну давай фокусируйся на этом пульте у такого прекрасного великолепного музыкального центра с такой внешкой вот такой пульт ладно он большой для мини системки он огромный да так вы посмотрите на этот дизайн почему не сделать было его просто прямоугольником ровненьким тоненьким на худой конец он выглядит так как будто его создатель когда делал дизайн просто взял его так со злости сжал и поэтому у него такой ужасный изгиб ладно уйдем в сторону дальше что характеристики этого центра они очень интересные и очень удивляют я сам был в шоке у данного музыкального центра заявлена мощность рмс 2 по 25 ватт да вы не ослышались на каждый канал по 25 ватт рмс после музыкальных центров что я слушал недавно которую выдают по 140 по 150 и т.д. 25 ватт на канал и вы думаете что он тихо играет я был в шоке играет он просто не для своих размеров и не для того мощности который филипп заявила мне кажется это какой-то подвох или какая-то магия а что у него с качеством звучания при его 25 ваттах на канал есть такой факт чем больше запас по мощности у колонок и чем мощнее сам усилитель тем качество звучание соответственно чистота масштаб и глубина должны быть лучше это факт и у данного аппарата это все есть при его небольших габаритах и при его 25 ваттах на канал казалось бы как это возможно я лично нашел две причины этому первое это сам блок музыкальный центр и его усилитель при его небольших размерах он весит 6 половины килограмм 6 половины килограмм для вот этой вот вот этой вот маленькой коробочки а все потому что там стоит нормальный мощный трансформатор нормальный мощный такой транзисторный усилитель при этом что у нее даже встроенный вентилятор для его охлаждения и еще один факт он потребляет целых 100 ватт при 50 ватт рмс общей мощности музыкальных центра потребление 3 100 ватт обычно у музыкальных центров при тех же 50 ватт потребление будет 30 45 ватт в идеале 50 на 50 данный аппарат потребляет 100 ватт соответственно усилитель выдает очень хорошие токи на колонки и от этого очень хорошая макро и микродинамика второй пункт это конечно же сами колонки их качество исполнения качество сборки я приравниваю к начальному уровню хай фая здесь три полосы высокочастотник и среднечастотник это шелковый купол отличный mid bass и здесь есть интересный факт производитель заявляет частотный диапазон низ от 60 герц хотя по моим измерениям и личным ощущениям здесь герц от 80 к сожалению здесь нет самого нижнего баса то есть глубокого нижнего баса здесь нет это логично здесь очень крутой быстрый плотный бас он подходит для рок-музыки для инструментального рока для быстрой электронной музыки я например на нем слушал спид металл трэш металл где очень быстрые ударные это все не превращается в кашу центр отыгрывает очень здорово середина просто выдающиеся у него но нет самого нижнего баса нету именно глубокого нижнего баса но это все решается сабвуфером и с этим мы проэкспериментируем что еще по качеству сборки колонки отделаны шпоном да это не какой-то пластик покрытый пленкой и покрашены просто непонятной краской здесь настоящий нормальный шпон но вот чтобы не быть голословным что мы видим здесь порт фаза инвертора зажимные клеммы провода здесь соответственно не встроены их можно поменять принципе что я сделал поставил большим сечением на 1 миллиметр в принципе сзади даже видно толщину корпуса все очень здорово но все это болтология приступим к основному это прослушивание послушаем разные стили музыки подключим я думаю сабвуфер и не только сабвуфер но я и да слушать вперед вот держу этот пульт в руке он в принципе за счет этого сгиба неплохо лежит так знаете такое ощущение что его создатель реально так разозлился так жалову он стал такой изогнутой формы не блин стрёмный конечно а что мы будем слушать да все подряд сейчас услышим его качество звучания но если это возможно сделать через youtube и узнаем почему я такой довольный давайте уже вперед ну а начать я решил своего любимого это металл быстрый металл и этот парень в нем кое-что может у меня Ничего так играет Звук реально впечатляет Но можно лучше One second, please Я вам уговорил что-то про сабвуфер? Наверное да А вот и вот Тяжелый парень Опаньки, опаньки Ничего так красавец Если что это сабвуфер Мираж, помни S10 150 ватт номинал 600 ватт в пике Усилитель класса АБ Играет от 40 герц То, что надо для этого малыша А теперь будем подключать Ну вот я и подключил Малыша Ну что, будем слушать дальше И посмотрим, что из этого получилось Субтитры сделал DimaTorzok Это что такое? Непонятно Ну-ка Ох, ребята Что-то меня басом прибило Я аж на пол присел Фу, да и спасел Ну ладно, слушаем дальше А вообще, кто не знал Я басовый маньяк И мне кажется, бас Можно еще улучшить One second, please Ну а для тех, кому этот беспредел Все еще интересен Это сабвуфер Mirage Omni S12 300 ватт номинал 900 ватт в пике Сабвуфер Omni S10 Тот же Mirage 150-600 ватт в пике И не очень тяжелый Я сейчас беспокоюсь Как бы мой стол из Икеи Просто не развалился А мы слушаем дальше Конец за седом К чертовой матери Ну что можно сказать После прослушивания Первое Слушать хороший музыкальный центр На максимальной громкости В квартире Не лучший вариант Поберегите соседей Особенно, когда вы не знаете Что это за люди Да и лишний раз Знакомиться с ними Тоже не хочется Второе Про сам музыкальный центр Он шикарен Очень компактный Пушечный внешний вид И просто превосходное звучание Да, он чуть-чуть Не дотягивает по низким частотам Но это все решается Подключением сабвуфера Не обязательно подключать Такой большой сабвуфер Как это сделала я Я тут на Авито Как раз смотрел Пару компактных сабвуферов Как раз для этого Музыкального центра Например, можно взять Hi-Fi Небольшой сабвуфер Фирмы Jammo Или Yama Как кто-то говорит Да Но вот Опять же Onkyo Magnat Это сабвуфер Это сабвуфер Будет в цене 3-4 тысячи рублей И они от лишнего дополняют Причем Jammovsky есть сабвуфер Очень похожий отделкой корпуса Примерно такого же цвета Как отделка колонок У самого музыкального центра И третье Что же касается того Как я его купил За сколько И как долго я его искал на Авито Ну что ж По поводу цены Не скажу За сколько я его купил В современных реалиях Что творится у нас На рынке новой техники Что творится на рынке БУ техники Цены весьма завышенные Ну я не жалею денег Которые я на него потратил Он действительно В потрясающем состоянии Выглядит отлично Ну практически как новый Да Чуть-чуть пульт затерт Но пульт есть Пульт Главное пульт есть Что касается Сколько я его искал Ну На самом деле Не так долго Как могло показаться С того момента Когда я именно начал Скать эту модельку Прошло месяца Наверное полтора Я его нашел Да Моделька очень редкая Навито В тот момент Когда я именно нашел В своем регионе Этот музыкальный центр Их было там Три штуки На всю Россию Там один в Москве Еще где-то там И вот В моем регионе Он тоже появился Я его сразу забрал Что касается того Буду ли я его продавать Да буду Да Но продам я его В своей манере За те деньги Которые считают Правильными И это будет Три тысячи рублей За этот шикарный аппарат В прекрасном состоянии Я хочу Три тысячи рублей Потому что я считаю Что это Адекватная Правильная цена Так что Ищите Ищите На Авито Как раз Выйдет ролик И Центр появится На Авито Что Еще вам хотел сказать А Купил тут Еще один Прекрасный аппарат Блин Просто за Офигенную цену Как всегда Наверное скажете Опять какую-то Балалайку ужасную Купил Блин Непонятную Двадцатилетней давности Ну не двадцатилетней Посвежее конечно Но за офигенные деньги Ждите следующий ролик И еще В следующем ролике Я как раз таки Свеженький аппаратец Разыграю Да Разыграю И кому-нибудь Его я из вас подарю Даже если вы будете Из другого региона Вся отправка На мне А главное Чтобы не пропустить Свежий ролик Подписывайтесь на канал Ставьте лайкосик Этому видео Нажимайте на колокольчик И может Один из прекрасных Музыкальных центров Станет вашим Ну а что С вами был Санчо И берегите соседей То мало ли что бывает Это что еще такое Свет рубанулся Непонятно Какая-то хрень А что со светом-то было Не пойму Вот так блин И снимай ролики Контент делай Ну что Малет Мама Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok